В Донском государственном техническом университете состоялось заседание комиссии по социальной политике, науке, культуре и гуманитарным вопросам. В работе заседания приняли участие депутаты парламентского собрания, представители постоянного комитета союзного государства, Министерства образования Республики Беларусь и Российской Федерации. Участники заседания обсудили итоги проведения 11-го международного фестиваля искусств в Славянский базар в Витебске. Было принято решение рассмотреть на Совете парламентского собрания вопроса возможности увеличения стоимости специальных призов и сувениров для победителей взрослого и детского музыкальных конкурсов. Подведены итоги проведения мероприятий по организации отдыха детей и учащихся в Беларуси и России. Рассмотрено предложение телерадио-двещательной организации союзного государства по работе над сценарием белорусско-российского исторического фильма «Эпопея Первая мировая». Сверхзадача картины – вернуть защитникам Отечества, погибшим за Родину, имена. Ведь история Первой мировой войны была забыта и сделано это было намеренно. Мы хотим вернуть имена защитников Отечества. И для этого будет создаваться картина. Картина будет создаваться так же, как и Брестская крепость, с исторической точки зрения очень точно. Мы здесь не должны переписывать историю, как это делают, к сожалению, многие мои коллеги. И я надеюсь, что если всё будет хорошо, и мы пробьём этот проект, мы успеем его за два года осуществить. Конечно, жалко, что мы не успеем в любом случае уже снять картину к 2014 году, к столетию начала Первой мировой войны. Но если нам удастся убедить в справедливости существование такой картины, мы начнём снимать её в 2014 году, в день и в месте убийства в Сараево и герцога Фердинанда, с того момента, когда, собственно, всё и началось. На контроле у членов комиссии остаётся вопрос о реализации прав граждан Союзного государства в области социального страхования. Органы Союзного государства совместно с Министерствами труда и социальной защиты Республики Беларуси и Российской Федерации принимают последовательные меры, направленные на защиту пенсионных прав граждан Беларуси и России на территории двух государств. Многие вопросы урегулированы. Самое главное достижение, конечно, это обеспечение пенсионное, медицинское. Граждане Беларуси могут получать в России. Это обеспечение, соответственно, граждане России и Беларуси. Это было очень непросто сделать. И то, что сегодня это есть, сделано, это результат работы в том числе депутатского корпуса, ну и исполнительной власти, безусловно, но комиссия постоянно ставила вопросы, эти вопросы многие решены. Поэтому это очень важно. Вот такого сближения законодательства у нас нет ни с единым государством.